Спасибо большое, уважаемый господин председатель, дамы и господа, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Я очень счастлив присутствовать на вашей секции. Я хочу поделиться нашими данными в отношении хирургического стадирования пациентов с местораспространенным раком шейки матки. ФИГА – это последняя классификация, которую нам необходимо использовать, когда мы оцениваем ситуацию, когда мы проводим стадирование. Но также мы знаем очень хорошо, что существуют и другие прогностические факторы. Это размер опухоли, стадия, метастазы в лимфоузлы, как опухоль соотносится с прилежащими органами и насколько распространилась опухоль внутри брюшной полости. У нас есть два основных базовых принципа. Примерно, это клиническое стадирование, это использование стандартов ФИГА, это бимонупальная оценка, цистоскопия, ректоскопия. Дополнительная визуализация – это КТ грудной клетки, КТ брюшной клетки, МРТ, области таза, ПЭТ плюс КТ, а также нам необходимо сказать, является ли опухоль неинвазивной. Но четкую информацию мы получаем только когда мы получим лимфатические узлы и оценим статус вовлеченности лимфатических узлов. И также мы оценим распространение опухолей и взаимоотношения с прилежащими органами. А также необходимо нам понимать, что нет метастазов параортальные узлы, а также вовлечения мочевого пузыря и прямой кишки. В данном случае мы говорим уже об инвазивном раке. Это одно из наших исследований, лапароскопическое стадирование, 2002 год, что чувствительность КТ и МРТ не очень-то высока в отношении метастазов лимфатических узлов. Мета-аналикс, 2006 год, было проведен 183 межгрупповое исследование, сравнивали КТ и МРТ в отношении инвазии лимфатических узлов. А французская группа опубликовала данные результаты о неанализировании 240 пациентов с место распространенным раков и отрицательные, ложноотрицательные параортальные узлы составили 8,5%, а ложноотрицательные параортальные узлы у пациентов с присутствующими, накопляющими лимфатическими узлами составило до 30%. Поэтому проводится систематическое исследование, мета-анализ, сравнивают стадирование лимфатических узлов во время хирургического вмешательства или при использовании модальности визуализации 65 исследований были проведены, только 5 они соответствовали критериям включения. Чувствительность визуализации для лимфоузлов малого таза составила 89%, чувствительность визуализации метода пазуализации параортальных лимфоузлов составила только 33% до 62%. В заключение необходимо было сказать, не было разницы в отношении общей выживаемости и выживаемости без рецидива. Поэтому такой низкий уровень обнаружения параортальных метастазов, параортальных лимфоузлов необходимо найти какой-то другой метод, другую модальность. Также рациональное зерно, так называемое аэрономизированное исследование, которое называется UTERUS-11, это немецкое исследование, опять мы знаем от наших коллег, которые были опубликованы моноцентровые, одноцентровые исследования, хирургическое стадирование привозит к увеличению стадии опухоли в определенном проценте пациентов с место распространенным раком шейки матки. Но онкологические преимущества все-таки сомнительны и до сих пор обсуждаются. Поэтому в 2003 году одно рандомизированное исследование не показало преимущества в отношении использования различных других модальностей, в частности, облучения. Но в данном случае, в данном клиническом исследовании было включено очень небольшое количество пациентов. Это была существенная проблема. Опять же, необходимо сказать, что существуют ограничения модальности визуализации, у них имеются ограничения. Один из наших базовых принципов – это метаанализ ГОК, 2008 год. ГОК – это 555 пациентов, которые хирургическим образом были стадированы до проведения хемоэрозии лучевой терапии. 130 пациентов клинически прошли через процедуру стадирования до назначения хемоэрозии лучевой терапии. И мы видим, насколько общая выживаемость, четырехлетняя общая выживаемость – 54% в одной группе и 40% в пациентов, которые… И опять же, необходимо сказать, что хирургическое стадирование в данном случае показало преимущество. Я считаю, что недавно было мультицентровое исследование испанской 2020 году опубликовано 634 пациента лапроскопические или стадирование параортальных лимфатических узлов, опробоскопическая или стадирование работа техников, 288% прошли через процедуру ПЭТ-КТ. И что же, какие данные мы получили? Нет разницы в отношении общего выживания или выживания без рецидивов в обеих группах. Но если мы посмотрим на процент пациентов, которым была проведена экстенсивная лучевая терапия, это было 18 пациентов, которые с расширенным полем лучевую терапию получили. Это хирургическая группа. И 58% на 40% больше по сравнению с клинической группой. Может быть, вот этот баланс, разница между общей выживаемостью и без рецидивов следует принимать во внимание. Наше исследование было международное, перспективное, рандомизирование, мультицентровое исследование. Фаза третья, первые точки, это выживание без рецидива. Вторые точки, это общая выживаемость, местный контроль опухоли и острая и отсроченная токсичность. Проводена была рандомизация пациента, стадирование использования шкалы ФИГА, стадия 3B4A. В основном это был плоскоклеточный рак. Затем проводилось хирургическое вмешательство. Другим пациентам проводился клинический контроль по стандартной методике. Затем мы наблюдали за пациентами в течение 4 лет. Мы можем рандомизировать 250 пациентов. Это было 130-125 пациентов. Они сравнимые, обе группы были сравнимые. Это возраст, масса тела, стадирование по ФИГА, удаление 19 пациентов подверглись удалению лимфолеватических узлов малого таза, удаление параортальных лимфатических узлов. Это 17%. Небольшое видео, которое продемонстрирует резюмирование данной процедуры. Мы берем цитологический материал, обследуем все органы, проводим диссекцию тазовых лимфатических узлов, используем эндобэг. И затем мы посылаем этих пациентов к нашим коллегам, радиологам. Результаты, хирургические результаты. Лапароскопический доступ был 96,6%. Конверсия завершалась в 0,8% в результате того, что пациентки страдали ожирением. У них был серьезный спаечный процесс в области малого таза. Только у двух пациентов мы видели достаточно высокие кровопотери. И только два пациента. Результаты, которые мы получили, действительные. Мы подтвердили наш статистический предположение. Хирургическая группа пациентов, это 40 из 121%, 33%, которых было поставлено статирование в отношении вовлечения лимфатических узлов хирургическим путем. И клиническая группа, это пациенты с поражительными параортальными узлами, составили 8%. Первичная химиотерапия, радиация, это 7-21 день после. Необходимо начинать в данном промежутке. Мы исследуем различные режимы облучения. Это АМРТ или 3ДРТ, 36%. Как мы видим из слайда, для токсичность в обеих группах и дозирование было достаточно управляемо. Это легкая или средняя степень бенетяжести, а также следующие отрицательные результаты – это гематологические проблемы, с которыми тоже были управляемы. Преимущества и недостатки. Преимущества – это действительно проспективное рандомизированное исследование, которое сравнивало две группы пациентов. Это клиническое стадирование лимфатических узлов или хирургическое стадирование при использовании минимально инвазивного доступа. Мы наблюдали за пациентом, которым мы проводили стадирование с помощью хирургического метода в течение 90 месяцев. Данные достаточно убедительные. К сожалению, мы не включили в исследование ПЭТ-КТ для оценки данных пациентов, потому что они финансово не возвращаются пациентам, страховые компании не платят за это. Стадия 1-Б2 по старой классификации ФИГа не была включена. Давайте посмотрим онкологические результаты. Прежде всего, какие же они? К сожалению, мы должны признать, что первичная точка – это выживание без рецидива. К сожалению, ПЭТ составило только 0,084. А рак-специфическая выживаемость – достаточно существенные результаты. Опять же, подтверждало хирургическое стадирование, преимущество хирургического стадирования. Но в вторичных точках нашего исследования мы не включили вот эту точку – рак-специфическая выживаемость. Какие же пациенты в основном все-таки получат преимущество от хирургического стадирования? Это пациенты по ФИГа стадия 2-Б. Процент риска 0,51, П – 0,011. И опять же, мы говорим о преимуществах хирургического стадирования. Это пациенты, которые практически находились на границе распространения данного заболевания, как метастатического заболевания уже в другие органы. В заключении необходимо сказать, что хирургическое стадирование с помощью лапароскопии – это безопасная методика. Она не ведет к задержке применения либо лучевой терапии, либо химиотерапии. Рандомизированные мультицентровые исследования – это существенный инструмент, который может нам позволить использовать данный подход. И также необходимо сказать, что нам нужно обсудить. Это прежде всего большинство пациентов прогрессирует с появлением отдаленных метастазов. И поэтому нам необходимо улучшить наши модальности с использованием химио- и лучевой терапии на раннем этапе определения опухоли для того, чтобы снизить процент появления отдаленных метастазов и для того, чтобы избежать превращения места местно распространенного рака в метастатическую болезнь. А может быть, вы знаете? А мы знаем, что применяя каждый раз одну и ту же методику в нашей повседневной рутины, нам необходимо менять наше мышление. И, как было показано на снимке, нужно менять направление, по которому плывет наш корабль. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Я хочу поздравить всех остальных докладчиков, которые представили фантастические результаты, прекрасные доклады. И я надеюсь, что очень скоро мы встретимся друг с другом лицом к лицу.